Здравствуйте, товарищи! Сейчас я вам расскажу, что такое атеросклероз и атеросклеротические бляшки. В чем их суть, как они образуются, чем они опасны и к чему приводят рано или поздно. Как остановить их рост, уменьшить и вовсе убрать атеросклероз и бляшки. И это возможно. Но при чем тут лимфатическая система? Какие продукты надо исключить, чтобы устранить атеросклероз и бляшки? Пока вы не будете это знать и делать, вы не сможете побороть атеросклероз, артериальную гипертензию и защититься в конечном счете от инсульта и инфаркта, а также устранить ишемию. Итак, атеросклероз это хроническое воспаление внутренней стенки артерии и больше ничего. А вот бляшки возникают при воспалении стенок артерии при определенных обстоятельствах. Атеросклероз с бляшками массово у молодых людей впервые увидели американские врачи, вскрывавшие американских солдат во время Вьетнамской войны. А у вьетнамских солдат не было ни у одного человека случая атеросклероза. У большинства американских был. И это-то у молодых ребят. И не сегодня, а более полувека назад, 60 лет. Этот факт говорит вам о том, что тут дело все в питании? Ну, очевидно говорит. И действительно, всему виной питание фастфудом, высокобелковой пищи с высоким количеством сахара в связке и иных сладких продуктов. Сейчас вам все поясню. Вначале несколько фактов, постулатов. Атеросклероз опасен бляшками ишемией с дальнейшими инсультами и инфарктами. Знаете, метаболическая активность артерий такая же высокая, как и у печени. И потому значение лимфы тут особенно важно понять. Атеро в переводе кашица, склероз затвердение. Главная проблема атеросклероза, что не понимается многими врачами в работе лимфы. Далее подробно поясню. Проблема лечения, незнание медиками лимфологии. Без чего вылечить атеросклероз не выйдет. Кстати, на веганском сыроедном питании не может быть атеросклероза сосудов в принципе. Это тоже факт. А бляшка по сути своей это смесь кальция, белка, холестерина, точнее холестерола и бактериальных пленок плюс тромбоциты. Кстати, в бляшках обнаружены бактерии из полости рта. При атеросклерозе обязательно надо пройти исследование на количество кальция в сосудах. Если у вас есть одышка, когда вы поднимаетесь по лестнице, скажем, на третий этаж, у вас уже точно есть атеросклероз. Возможно, холестериновые бляшки, потому что есть сужение сосудов и гипоксия. Да, это все показатели гипоксии. А это и хроническая усталость, и снижение качества жизни в целом, и огромные риски гибели. И помните, не уберечься никому от инсульта и инфаркта волшебными таблетками, а только изменением питания и образа жизни. Остальное вспоможение. Бляшки, тромбы, даже если они не отрываются, то они в любом случае увеличиваются в размерах, если не устранена причина их образования. Далее они перекрывают просветы сосудов, а это стеноз артерий. Если они сильно перекрывают артерии, питающие мозг, это ишемический инсульт. Если же сердце ишемический инфаркт, не допустите себя до стеноза артерий и шунтирования, пока еще не поздно. Надо исследовать сосуды шеи и ног, сонные артерии. Если есть признаки ишемии, например, боль за грудиной, то надо срочно делать мультиспиральную компьютерную томографию артерий сердца. Ишемия, кстати, может протекать в безболевой форме. И только при 60 и более процентах перекрытия просвета сосудов, человек начинает чувствовать негативные последствия в виде одышки, усталости, тяжести в груди. До нет. Это как с печенью, пока она не разрушена на 60-70 процентов, не замещены клетки нормальной гепатоциты фиброзной тканью, человек вообще это не чувствует никак. Атеросклеротические бляшки возникают только в артериях и артериолах, но не в венах. Почему я это объяснял своей огромной старой лекцией про кровеносную и кроветворную системы? Ссылка будет в описании. Кстати, все, о чем я вам говорю, все, на что, как говорится, ссылаюсь, я оставлю вам по ссылками под этим видео. Помните об этом. Чаще всего атеросклеротические бляшки возникают в сонных артериях, затем в сосудах головного мозга, затем в коронарных артериях и в брюшной аорте, вызывая аневризмы. Могут бляшки возникнуть в почечных артериях и в ногах, и в других органах. Вот примерно в такой последовательности. Далее уже везде. При обнаружении атеросклероза эти артерии надо проверить на бляшки. При ишемии трудно выполнять физическую работу, как в 20-30 лет. А дышка, болит голова, шум в голове. А это все ненормально даже в 100 лет. Да-да, не должно такого быть. Вот, к примеру, у художника Зиновьева, который до 109 лет делал каждый день стойку на голове и другие сложные, в том числе йоговские упражнения. Такого не было никогда. И таких людей было немало. Считается, что атеросклеротические бляшки не могут растворяться, рассасываться, если они уже есть. А могут только медленнее расти. То есть, можно замедлить только процесс их роста. Но это, конечно же, не так. Да, и это так, если не менять кардинально питание и образ жизни. Тогда да, это так. А вот, чтобы понять, как растворить бляшки, как убрать атеросклероз, надо вам рассказать про лимфу. Наперед скажу, что основополагающее видео про лимфу у меня было. Ссылку оставлю. А теперь слушайте. Стенки артерий питаются сами тоже через микрососуды, микрокапилляры. Но отходят от артерий не только микрокапилляры кровеносной системы, но и микрокапилляры лимфатической системы, дублирующие кровеносную. Далее, по лимфатическим сосудам, лимфа течет в защитные лимфатические узлы. Об этом в своей лекции про лимфу я подробно рассказывал. Так происходит во всех артериях всех органов и тканей нашего тела. Внутри артерии всегда есть холестерин, точнее холестерол. Как есть и много всего иного, и это нормально. Но он, холестерол, устремляется к участкам сосудистых стенок, где есть воспаление. При участии иммунных клеток холестерол формирует холестериновую бляшку. Она постепенно кальцинируется. Если свободного кальция в крови много, а когда его много, и это неправильно, а когда дефицит витамина К2, посмотрите мою лекцию про К2, и обязательно принимайте липосомальную форму витамина К2, чтобы кальций, во-первых, не гулял по сосудам, и, во-вторых, не вымывался из костной системы, чтобы она оставалась крепкой. Да, для этого нужен не только витамин Д3, чтобы кальций поступал в костную ткань, но и К2, чтобы он не вымывался оттуда. Все ссылки оставлю. Так вот, если свободного кальция в крови много, если недостаточно при этом витамина К2, а это всегда в связке происходит, то бляшки твердеют. Так формируется классический атеросклероз. Ну а задача лимфатической системы выполнить дренаж и тем самым детоксикацию в том числе сосудов. А в сосудах ускоренный метаболизм. И значит, действие лимфатической системы особенно важно. Задача организма вывести через лимфу весь состав холестериновых бляшек. И только так они удаляются из сосудов. И вот это врачи, как правило, не знают, не понимают. Так как же образуется атеросклеротическая бляшка? Что она из себя представляет? А представляет она из себя жировое ядро и оболочку, плотную соединительную ткань с кальцифицированным каркасом. При сердечных сокращениях, кровотоке, пульсации происходит трение бляшки о сосуды, в месте их крепления к сосудам. Так еще больше повреждаются оболочки стенок сосудов, тем более при сахарном диабете, при инсулинорезистентности, при метаболическом синдроме, когда возникают первичные воспаления в сосудах. А потом усугубляются бляшками. При трениях бляшки могут изъязвляться, что естественно. Тогда образуются тромбы, так как тромбоциты моментально пытаются устранить кровотечение и приклеиваются, накладывают тромбы в местах кровотечений. Но тромбы, к сожалению, имеют свойство время от ремня отрываться. И вот тогда вопрос в том, куда тромбы попадают и где застревают. Чем бляшка более кальцифицирована, тем более она стабильна. Если она рыхлая, тем менее стабильна. И тут самая большая опасность, как с тромбами. Если бляшка и сосуд в месте крепления бляшки лопается, при том, что если она находится в головном мозге или сердечной мышце, тогда возникают инфаркт или инсульт по геморрагическому типу, то есть с кровоизлияниями. А если отрывается тромб или бляшка, которые несутся током крови в определенной части организма и попадают на развилку более мелких, чем диаметр тромба или бляшки сосуда, происходит закупорка дальнейшего кровотока, тогда питающиеся кровью через эти закупоренные сосуды ткани перестают получать кислород и отмирают. Тогда у человека, если это произошло в головном мозге или сердце, возникает инсульт или инфаркт уже по ишемическому типу. А может быть и гангрена в конечностях. И именно от этого вообще две главные есть причины для гангрены. Это так называемые вот эти ноги курильщика, когда происходит спазм, а сосуды не расходятся с закупоркой, дальше ткани отмирают, это от курения. Первая причина. И вот вторая, которую я вам только сейчас пояснил. Итак, тут две главных проблемы, которые совпадают, совмещаются вместе. Излишний холестерол и воспаление стенок сосудов от сахара сладкого. А остальное это вспомогательное и следствие. Кстати, повышенный холестерин в крови, плохой холестерин, это проблема сахара сладкого, а не жира в питании. И об этом у меня были лекции, немало, ссылки оставлю. Но при чем тут лимфатическая система? Сейчас я расскажу далее. Да, я оставлю вам под этим видео ссылки на все, о чем я говорил, но главное, на набор для лечения, устранения атеросклероза и атеросклеротических бляшек. Про этот набор в самом конце видео расскажу подробнее. Холестерин, точнее холестерол, захватывается макрофагами. Это такие иммунные клетки наши. Они пытаются его проглотить и уничтожить, и превратить в так называемые пенные клетки. Иммунитет атакует и эти пенные клетки тоже. Тут уже подключаются Т-клетки иммунной системы. И все замыкается в круговую цепную реакцию. По сути, пенные клетки и формируют бляшки. Лимфа же стремится накопленный холестерол вывести из сосуда. К сосудам артерии снаружи подходят, как я уже говорил, лимфатические капилляры. И они выполняют детоксикационную функцию в артериях. Есть об этом книга, кто не знает и не верит, но хочет понять. Называется «Морфогенез атеросклероза». Авторы Анастиади и Нагорнив. Лимфатическая система захватывает и уничтожает все высокомолекулярные вещества, в том числе холестерол. Напомню, в крови не должно быть высокомолекулярных соединений. И вот в том числе белков, а низкомолекулярные, вот аминокислоты, например, то есть составные части белков, это да. И также с остальными любыми сложными веществами. Кстати, про мясо и про высокомолекулярные белки в этой связи я объяснял подробно в моем видео. Мясо надо есть. Это очень важное видео в этой связи, поскольку я коснулся темы высокомолекулярных соединений, будет не лишним вам посмотреть, чтобы понять аналогии. Ссылку оставлю. Еще очень важный момент. Лимфатические узлы городского жителя не розовые, как в норме, а серые, так как воздух ядовит, а люди этим дышат. А ведь именно лимфатическая система в организме является как бы канализацией организма. И токсичные вещества, тяжелые металлы, по ней в основном удаляются из организма. Я это объяснял в своей лекции про лимфу. Но это сейчас я не просто так пояснил вам. Слушайте далее. Эти дополнительные неестественные загрязнения затрудняют воведение токсичных веществ и высокомолекулярных соединений, в том числе холестерола по лимфе. То есть затрудняют ее работу. Добавим к тому загрязненные продукты, маргарины и прочие трансжиры, канцерогены. Лимфатическая система в наши дни перегружена у всех людей, особенно городских жителей. Также, внимание, лимфатическая система реагирует на раковые клетки. Она должна выводить продукты их распада от работы иммунной системы, которая до поры до времени побеждает, уничтожает образующиеся каждый день раковые клетки. Вот почему в городе с раком бороться гораздо сложнее и труднее, чем за городом, на природе. Как снизить риск инсульта, инфаркта? Тут надо пояснить еще про артериальную гипертензию, то есть повышенное артериальное давление, что люди в простонародье, что называется, называют гипертонией. Так вот, она нарушает функции эндотелия артерий, тут все связано, а он, эндотелий, предотвращает сосуды от механических повреждений, то есть защищает стенки артерий эндотелий и от слепания тромбоцитов, и от их приклеивания. А при повреждении функции эндотелия оксид азота перестает выполнять свои защитные свойства. У кого есть артериальная гипертензия, нужна гипотензивная терапия. Помните, это тоже лечится изменением питания, образа жизни и применением гипотензивных средств. Об этом академик Ланг, это основоположник учения об артериальной гипертензии, еще сто лет назад все объяснил. И, конечно, необходимо вернуть функции эндотелия, наладить свертывание крови и ее текучесть. Нужны, конечно, на каком-то этапе и антикоагулянты, у кого густая кровь, у кого высокая свертываемость. Но поможет здесь из безвредных средств естественных водородная вода. То есть вода с повышенным содержанием в ней, избыточным содержанием молекулярного водорода. Посмотрите, вот эти две мои последние лекции на эту тему, тему воды. Это очень важно, это основа жизни. Но свойства воды, вот тут самая корень, как говорится, всех проблем и возможность лечения водой. А вот высокая глюкоза, то есть потребление всего сладкого, когда в крови много сахара, глюкозы, фруктозы, поддерживает воспаление в стенках артерии. Вот главная причина воспаления артерии. Потому надо отказаться от всего сладкого. И еще, атеросклероз формирует новые сосуды в стенках артерии, а они часто рвутся и вызывают тромбозы. Теперь о продуктах, которые поддерживают воспаление. В первую очередь, и это абсолютная истина, это молочные продукты. Во вторую, сахар и все сладкое. В третьих, хлебобулочные изделия и все вареные крахмалы. Как пересмотреть врачу свои знания? Ведь их учили, что во всем виноват холестерин. Потому им, врачам, нужно назначить, пациентам, то, что этот холестерин связывает. А что связывает холестерин? О чем говорят, знают врачи? Статины. Потому при повышенном холестерине они назначают статины. Каковы главные факторы возникновения атеросклеротических бляшек? Конечно, курение. Потом, мясо, особенно жареное. Все сладкое, о чем я уже говорил. Вечерняя, особенно ночная еда. Все перекусы. Соли жесткости, то есть жесткая вода. То есть вода с солями кальция в неорганической форме. То есть с карбонатом кальция. Плохо работающая лимфатическая система, о чем я подробно пояснил. Проблемы с печенью, а значит с детоксикацией крови. Дефицит омега-3 жирных кислот, особенно ЭПК и ДГК, о чем профессор Исаев подробно рассказывал. Это дефицит витаминов К2 и Д3. И это, конечно, отсутствие движений, недостаточно физического труда. Ну и другие есть причины, которые, правда, составляют не более 3-4%. Про 95 я вам только что рассказал. Еще раз. Холестерин не вызывает атеросклероза. Это ошибка. Да, еще пару слов про статины. Все врачи назначают статины, а атеросклероз как был, так и есть. А вот с 96-го года это обязательное условие у нас в стране назначения статинов. По анализам потом вроде немного это помогает, а по сути нет. Это как с артериальной гипертензией. Ее также с 90-х годов у нас в стране лечат, как бы лечат, по американским протоколам. Не седативными, как говорил академик Ланг, а гипотензивными препаратами. А это ничего не лечит, только устраняет кризы. Итак, к чему я это? К тому, что гиполепидемическая терапия неверна, ошибочна. Что делать, как лечить атеросклероз? В принципе, я об этом уже сказал. Ну давайте подведем итоги и кое-что, естественно, новое, конкретные какие-то продукты и прочие нюансы я вам сейчас поясню. Вообще это комплексный, разумный подход. Суть его в том, что надо убрать те факторы, которые привели к атеросклерозу. Разумно? Конечно. Далее надо устранить дефициты питательных веществ, без которых не будут стенки сосудов эластичными, без которых кальций будет гулять по сосудам, ну и так далее. Далее надо убрать воспаление. Как чем? То есть изменить питание, убрать сладкое из рациона питания, о чем я уже говорил. Вот это, 1, 2, 3 и так далее, это и есть комплексный подход. Только тогда результат будет стопроцентный, если не лениться и это делать. Главная проблема развития атеросклероза, как вы уже поняли, не холестерол. Главная эта проблема в очищении и выведении холестерола по лимфатической системе, то есть чистота и здоровье лимфы. Значит, надо очистить лимфу. А как это сделать? Ведь она сама очищается. А значит, надо поднять активность и нагрузку увеличить на все группы мышц. Причем тут мышцы? Все очень просто. Что заставляет лимфу двигаться, течь? А значит, выполнять свою работу, детоксикацию. Ведь у лимфы, в отличие от кровеносной системы, нет своего сердца, то есть насоса, а только мышечные сокращения. Они и есть сердце для лимфы. Вот почему безактивной физической работы не получится устранить атеросклероз. Вот что такое системный подход. Не зря я про это сейчас рассказал и суммировал. Не только то, что нравится, надо выбирать. Это, мол, возьму из системы, а это нет. Все важно. И все это нетрудно, и все это войдет в привычку. Итак, надо ходить, бегать, плавать, гимнастикой заниматься. Все вместе, силовые нагрузки, кардионагрузки, посильные, конечно. Постепенно увеличивать нагрузки, держать себя в тонусе, как тот же Зиновьев или как тот же Кукриникс, известный Ефимов, который тоже прожил почти 110 лет и до самых последних дней, ну, например, отжимался в день по 300 раз. Помните, тело без движения – это как стоячая вода, как гниющее болото. Это ускоряет развитие атеросклероза и формирование бляшек. А бляшки, еще раз, места их прикрепления к артериям, это самые уязвимые и слабые места в артериях, которые могут и разорваться, вызвав кровотечение, а могут изъязвляться и вызывать тромбообразование. А тромбы и бляшки могут и оторваться. А сосуды в этих местах могут и лопнуть. И вот вам, как я уже говорил, ишемический или геморрагический инсульт, или инфаркт. В любой момент это может быть. Обследуйте все свои сосуды. Но главное, надо лечить, пока не поздно, устранить атеросклероз на начальных лучших этапах его формирования. Что же надо включить в лечение? По сути, и так уже понятно. Но давайте сделаем общий итог, и я еще поясню много ценного. Суммируем все знания. Базис, главный, лучший – это набор, который я сформировал от атеросклероза и для растворения плавного, постепенного атеросклеротических бляшек. Он составной, состоит из двух частей. Первая часть – это препараты профессора Исаева. Он в 80-е годы разрабатывал и создал этот набор, комплект. Ну и вторая часть – это грибные препараты. Есть такая наука фунготерапии, которая изучает лечебные свойства высших баздиальных грибов. Совместив эти две терапии в единую методику, ну и, конечно, учитывая все то, о чем я говорил, по изменению питания, образа жизни, результат будет стопроцентный всегда. По-другому просто теоретически быть не может. И так это лучший вариант. Но помимо этого, в любом случае, желательно принимать антиоксиданты, например, астексантин, дегидрокварцетин. Лечить надо артериальную гипертензию, если у вас повышенное артериальное давление присутствует, по академику Лангу. Видео у меня было «Гипертония, часть 2», где я все это объяснил. Была, правда, еще «Гипертония, часть 1», про другую причину. Но да ладно. Надо наладить нормальную свертываемость крови. Нужно восстановить нормальный метаболизм в стенках артерий. Убрать воспаление стенок артерий – это основа основ. То есть устранить свою инсулинорезистентность. Это мое видео про инсулинорезистентность. Непременно посмотрите. А она почти всегда есть при атеросклерозе и предшествует атеросклерозу. Необходимо удаление излишнего кальция в крови и растворение кальция в бляшках. Это витамин К2. Еще раз, это возможно только при отсутствии дефицита витамина К2. Липосомальный К2 витамин, как и Д3 липосомальный, применяйте вместе обязательно. Ссылки на них я оставлю вам под этим видео. Пить надо воду и только воду. Никакого кофе и никаких других так называемых напитков. Пейте водородную воду. Это огромное дело. Это и мощнейшая антиоксидантная защита. Но это и нормальная кровь, когда не слепаются эритроциты. Когда она более текучая и проникает в любые, даже проблемные участки уже суженных сосудов. И многое прочее. Ссылку на эти приборы, которые делают эту водородную воду безопасную, при этом это очень важный момент. Вообще видео посмотрите, чтобы понять про безопасность применения этих приборов. Я оставлю вам ссылку и на видео, и на эти приборы. Интервальное питание или интервальное голодание увеличивает и ускоряет естественное самоочищение. Поймите, когда есть пищевая большая пауза, у организма как бы доходят руки до решения своих скрытых хронических проблем. И с поджелудочной железой она регенерирует себя. И очищение сосудов. Потому что лимфатическая система, ну скажем так, в этот момент не так много вынуждена продуктов метаболизма через себя удалять. И она может, что называется, уже на вторичном фронте работать. Ешьте много зелени и овощей. Обязательно применяйте чеснок и хрен. Пейте перед каждым приемом пищи яблочный уксус по одной столовой ложке на одну треть стакана теплой воды. Применяйте уникальный препарат профессора Исаева латалсиленом. А лучше вот этот набор, куда входят три его препарата. Это правильнее, это эффективнее. Ну хотя бы уж я говорю так латалсиленом. Очень важно сделать здоровой кишечную микрофлору, у кого есть любые дисбактериозные состояния. Этому поможет, во-первых, гель-сорбент с хитозаном вот этот, и во-вторых, пропионовые симбиотические бактерии ИВИТО. Фулевовую кислоту с кремнием тоже желательно применять. И, конечно, кардинальная смена питания. Посмотрите мое видео, а что же тогда есть? У вас, может быть, уже такой вопрос возник. Я это видео сделал давно. А что же тогда есть? Помните, если вы едите сладкое, у вас тяга к сладкому, к перекусам, при этом вы едите мясо. Если у вас есть инсулинорезистентность и вам за 40, то у вас точно есть атеросклероз. Не шутите с этим. Срочно учтите все те меры, которые я вам только что пояснил. Я советую вам пересмотреть это видео, но уже с ручкой в руке ставить на паузы и конспектировать. У вас сразу возникнет план, четкий пошаговый план действий. Я советую, а вы уж делайте, конечно, как хотите. Ссылки все необходимые я оставил вам под этим видео. Смотрите мои видео, о которых я говорил. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира. От Грузии и Казахстана до США и Германии. Подпишитесь на мой данный канал. Нажмите под ним на слово «подписаться», вот на это. Далее нажмите на колокольчик, то есть уведомления, и выберите «Все видео». Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже были подписаны на мой канал, но уведомления вам не приходили, то отпишитесь вот тут и подпишитесь сразу заново. Эта процедура устранит ошибки, скажем так, Ютуба. Прошу написать под это видео свои комментарии и переслать ссылку на это мое видео своим знакомым, коллегам, родственникам, всем, кто вам дорог. Поделитесь этим видео в соцсетях. Может быть, мы вместе поможем, наконец-то, людям стать здоровыми и активными. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!